Команда Новгород Автоспорт вернулась с очередного этапа чемпионата России по ралли-рейдам с наградами. Сразу два наших экипажа заняли призовой подиум. Все российские роллисты выступали в Астрахани поздней осенью в первый раз. Татьяна Тынькевич о том, чем ноябрьские степи удивили опытных спортсменов. Астраханская область второй раз за сезон принимает соревнования по ралли-рейдам. Всего полтора месяца назад команды при плюс 30 рассекали пыльные степи во время этапа чемпионата России. Тогда наш экипаж Алдис Вилтсенс и Александр Горьков, к слову, стали лидерами в своем классе. И вот вновь машины утопают в вязких песчаных барханах. Астрахань пришла на помощь гонщикам, когда пару недель назад из-за эпидобстановки отменили очередной этап в Волгограде. Чем запомнится вот эта ноябрьская гонка в Астрахани? Во-первых, тем, что здесь очень холодно, оказывается, бывает. В моей голове было иное представление об этом. Времени года здесь. Многие спортсмены не меняют ритуалов от гонки к гонке. Наш латышский пилот, к примеру, от старта к старту, лично проверяет машину. Несмотря на то, что у команды есть свои опытные техники и выездной сервис. Алдис, ты опять все сам, все сам? А? Все сам, все сам. Надо доверять людям. Ночью была, ночью была. Ночью всякое может случиться. Третий этап чемпионата России по ралли-рейдам прошел по территории Астраханской области с 12 по 14 ноября. Команда Новгород Автоспорт на старт вышла двумя экипажами. Лидеры Алдис Вилтсенс и Александр Горьков ушли на трассу первыми. Во втором экипаже из-за травмы произошла замена. Место штурмана Антона Николаева занял не менее опытный ролист Олег Уперенко. Олег, первый раз ехали за Новгород Автоспорт. Расскажи впечатление твоё. Как опытный всё-таки штурман? Чем интересна эта тебе гонка? Мне ехалось с большим удовольствием и, в общем-то, достаточно, я считаю, не тихо и, в общем-то, результативно. Не, хорошая гонка, очень всё понравилось. Пилот у нас в полном порядке, всё понимал, что делал, ни разу не впадал в ступор, так что было всё отлично. Общая дистанция гонки составила больше 500 километров по пересечённой местности. Из 30 экипажей до финиша доехали 26. Половина выбыли в первый день из-за поломок, другие во второй. Когда трасса шла по пескам, не уложились норматив времени. Наши боевые машины финишировали одна за другой. Второй день был именно командный, да. Потому что в одном месте мы подсели, только в одном немножко, там не хватило 20 метров. Ну и вот усилиями команды мы оттуда вылезли и уже благополучно вот финишировали. В итоге наши экипажи взяли золото и серебро Астрахани. Перед финальным этапом чемпионата России, который запланирован на середину декабря, по очкам у нас первое и второе место в группе серийных внедорожников. Борьба за чемпионство будет жаркой. Татьяна Данкевич, Новости, Новгородское областное телевидение.